Друзья, я рада видеть вас на своей кухне. Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом кабачков. Кабачки, которые мы будем закрывать на зиму. Я хочу сказать, что этот рецепт где-то взяла моя невестка, жена моего брата Люда. И вот после того, как мы попробовали этот рецепт, мы отказались от всех остальных. Потому что это настолько вкусно, настолько необычно и приятно, что другие все рецепты померкли и кабачки мы готовим только так. Единственное, что мы уже закрыли там у мамы. И вот поэтому здесь я приготовлю пол порции. А вам напишут полную порцию под видео. Для этого нам понадобится полная порция на 3 килограмма кабачков. На 3 килограмма кабачков нам нужно 2 ложки соли, стакан сахара, стакан уксуса, стакан подсолнечного масла и зелень. 2 пучка петрушки, 2 пучка укропа, 2 головки чеснока и 2 острых перца. И 10 штук сладкого перца. У меня на пол порции 5 штук. Сейчас начинаем готовить. Для начала надо кабачки почистить и порезать аккуратненькими кругляшами. Вот такими вот, не сильно толстыми, не сильно тонкими. Складываем наши кабачки в кастрюлю, желательно алюминиевую, это можно любую. Засыпаем это нашу соль, сахар, уксус, растительное масло. Вымешиваем все это хорошо. И ставим варить. Кабачки наши кипят и кипят, кипят им минут 20-15. А в это время я вот почистила перец, горький сладкий чеснок и помыла зелень. И сейчас это все через мясорубку мы прокрутим. Вот наши кабачки уже стали довольно-таки мягкими. И вот я перекрутила на мясорубке нашу зелень, сладкий перец, горький перец и чеснок. И все это теперь добавляем сюда. Уже у меня прошло 20 минут. И еще минут 10 нужно, чтобы проварились вот эта наша зелень с чесночком, напиталась очень быстро. Вы видите, прямо мгновенный рецепт. И начинаем выкладывать наши кабачки в баночки. Берем вместе с этой жидкостью. Сначала кабачки, а потом дольем. Они и так получатся. Очень ароматный запах сейчас на кухне. Такие интересные кабачки в такой заливке. Очень вкусно пахнут чесночком. Остренькие и в то же время сладенькие, кисленькие у нас получаются. Если вас заинтересовало, ну сейчас мы накрываем их крышечками и закатываем. И даже не ставим стерилизовать. Они нормально, все стоит. Все прекрасно сохраняется зимой. Единственное, что сейчас мы закатаем и накроем тепленьким. И пускай они сами упариваются до полного остывания. Ну получается вот у меня 3,5 баночки с половиной порции и 7 баночек с полной порцией. Рецепт я еще раз вам скажу, что я напишу вам под видео. Пробуйте, очень интересный. Вы откажетесь от любых других рецептов и будете делать только этот.